МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне на самом деле очень сильно это понравилось. И до сих пор мне этот вид спорта очень нравится. Алмаз Музафаров, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, судья всероссийской категории, тренер высшей категории по карате, воспитал плеяду титулованных спортсменов, бронзовых призеров финала спартакиада, учащихся России по карате Валерию Кандыкову и Хуршида Коршибаева, а также чемпиона России, мастера спорта Владимира Насибова и мастера спорта международного класса, члена сборной России по карате Евгения Плахутина. Это был конец 90-х годов, бум видеосалонов, фильмы о восточных геноборствах, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис. Это было интересно, какие-то удары экзотические руками, ногами, крики. Вот это все сподвигнуло заняться этим видом спорта. Слух такой прошел, что в городе Нехтюганске есть также секция карате. Мы с мальчишками собрались, пришли вот в этот же зал. Был вечер, посмотрели в окно, бегают ребята в белых каких-то халатах. Нам стало это, конечно, интересно. На следующий день уже пришли к тренеру Андрею Владимировичу Деменеву. Он нас опросил, чем вы занимаетесь, ребята. Мы, конечно, все сказали, чем только не занимался. И вот с этого момента началось занятие карате. У нас не было ни татами, ни такого освещения. Все было на блогу проще. Крыша, пол, окна. Все. И в таких условиях мы занимались. Были и занозы, мозоли. Все было. Кимоно это было вообще в диковинку. Мое первое кимоно, это было, я помню, я его купил за 100 рублей. Оно было настолько прозрачное, как промокашка, в принципе. И в основном занимались все футболкой, трико. И трико такими еще с коленями оттянутыми. Такими были мы. Это сейчас у ребят как бы есть все условия для занятий. Кимоно, экипировка. У нас такого ничего не было. Мне отец с первой накладки шил. Это были простые рукавицы рабочие. Уплотнил их поролоном и сверху желтый дерматин. Сейчас больше мы работаем, конечно, на технику. Но это, может быть, такая была тенденция раньше, что тренеры не так много знали об этом виде спорта. И на тренировке заменяли это общей физической подготовкой. Это был 1994 год. Я призвался летом в армию. Попал в город Владивосток. Морскую пехоту. Чеченская кампания началась уже в ноябре месяце 1994 года. Мы непосредственно приняли уже в 1995 году, с апреля месяца. И мы находились там 4 месяца в составе 6-го полка морской пехоты. Мы, когда готовились непосредственно к этой чеченской кампании, уже не спали, так скажем, сутками. Мы готовили технику, которая не выезжала из боксов на протяжении 20-25 лет, которая была вся разграблена, разобрана. И нам приходилось это все собирать, восстанавливать и поставлять технику на передовую. Когда мы туда ехали, мы не думали о смерти. Был приказ, и мы ехали его выполнять. Первый бой у нас был в горном ущелье, в село Агишты. И впервые я там уже увидел погибших ребят. И вот в этот момент уже стало задумываться. Жить захотелось. Этот бой был самый сложный, который у нас был первый. Мы брали высоту. И вот это был сложный бой. Потеря товарища самая неприятная. Что ты вот с этим человеком общался буквально вчера, а сегодня уже его нет. Ну, ты к этому привыкаешь. Привыкаешь к стрельбе, привыкаешь к погибшим ребятам. Человек ко всему привыкает. И воспринимаешь это как есть. Ну, в армии уже были планы, что придя домой, немного отдохнув, устроюсь на работу к нам в школу, и буду работать тренером. Ну, в принципе, так и произошло. Я пришел в 95-м году в декабре месяце. В 96-м году поступил учиться. И в 96-м году начал работать. Ну, первое время устроился спорткомитет электриком. Крутил лампочки днем. Вечером тренировались. Потом уже полностью перешел к тренеру. С момента начала занятий мне хотелось быть как мой тренер Андрей Владимирович Деменев. Делиться своими знаниями, тем опытом, который у меня будет, со своими учениками. Я сразу хотел быть тренером. Первое время, как устроился на работу, я приходил в то же время, смотрел вот с этого балкона на тренера своего, Андрея Владимировича Деменева, на его тренировки и перенимал опыт в этом плане. Консультировался с ним в дальнейшем. Так это и происходило. Вообще, мои родители были против того, чтобы я пошел работать тренером. В то время тренеры были, так скажем, ну, не то, что не в почете. Заработная плата, конечно, была у них намного меньше, чем в нефтяной отрасли. Все уговорили меня, давай поступай учиться в нефтяной отрасли. Приходил Андрей Владимирович домой. Были беседы долгие с родителями. Убеждал их, что у него это получится. Вот именно он здесь должен быть, вот в этой стихии, так скажем. Ну, я и не жалею, что так получилось. Первый набор это был... У меня были три группы. По 20 человек в каждой группе. Я не сказал бы, что это было тяжело. Это было интересно. Сейчас эти ребята уже выросли, уже приводят своих детей заниматься преемственностью поколений. Ну, в нашей школе порядка около 150 ребят занимаются именно каратэ. Занятия каратэ у нас 7 лет разрешены в нашей школе. Опасно, не опасно. Правила соревнований сделаны таким образом, что до 12 лет запрещены любые касания руками и ногами в голову у детей. Они сразу же наказываются. Бал присуждается, если удар выполнен. У каждого удара есть 6 критериев. Если все эти 6 критериев в ударе есть, то спортсмен получает балл до 10 сантиметров от лица, если удар выполняется. Начиная с 12 лет разрешено уже легкое касание кожи лица ногой. А рукой все равно это контакт запрещено. То есть травм в нашем виде спорта минимум. Первый год занятий, ребята в основном получают общепизиологическую подготовку, дисциплину. Мы их учим здороваться, чтобы они видели не только тренера, приходя в спортивный зал, а также всех окружающих, которые участвуют в их тренировочном процессе. И уже потом идет техника каратэ со второго года. Выезд соревнований, городские соревнования. Все последовательно. Я ребятам говорю, что ваши отношения не должны заканчиваться вот здесь, в спортивном зале. Вы пришли, позанимались, вышли за дверь, и вы друг друга не знаете уже все там. Они должны продолжаться вне зала, вне тренировок также должны продолжаться. А к своим ученикам я отношусь на тренировке как к спортсмену, как на тренировке. Требую от него максимального выполнения. А уже вне тренировки мы можем и пошутить, и посмеяться. Но на тренировке это тренировка. Это раньше было просто каратэ. Олимпийским видом спорта стал он буквально вот три года назад вошел в Олимпиаду. Ну, самая такая яркая наша звездочка – это Евгений Плохотин, который с 2009 года входит в состав сборной России. И сейчас, на данный момент, у него есть шанс участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Его привел его отец, его и его брата. Женя сразу был заметен, да, в своей, так скажем, работоспособности, похотой отдавался на тренировки полностью. Никогда не пропускал. Мороз, не мороз, всегда был на тренировке. В детстве он также принимал участие и в соревнованиях по рукопашному бою. Был серебряным призером Переденства России по детям, по рукопашному бою. И у них стоял выбор – или рукопашный бой, или каратэ. И я отцу Юре сказал – выбирайте. И Женя буквально месяца два, наверное, проходил на рукопашный бой. Здесь же, в нашем зале, к тренеру. Потом снова они пришли, вернулись и сказали – мы выбираем каратэ. Я думаю, они не ошиблись. На одном таланте далеко не уедешь. Во-первых, должна быть у ребенка мотивация и работоспособность, вот эти составляющие. И, естественно, поддержка близких, родных. Вот Женя очень сильно поддерживают его родители. Любые соревнования, были моменты, что не было финансирования. Отец его изыскывал средства и отправлял его на соревнования. Максимально он не пропускал соревнования. Великим спортсменом можно стать один из ста. Но людьми достойными, чтобы я гордился вами, вы обязаны, чтобы люди говорили, да, вот этот парень занимался вот в этой школе каратэ у этого тренера. Я вижу, как ребята тянутся ко мне. Вижу их отношения ко мне, уважение. Вообще, в любом виде спорта тренер – это второй отец. Не только в каратэ, в любом виде спорта. Потому что тренер больше находится со своими спортсменами, чем со своими личными детьми. Больше уделяет им внимания. Про своих мы иногда даже забываем. Ну, вообще, женам тренеров надо ставить памятник. За то, что они нас терпят, наши разъезды, на сборах, на соревнованиях. Лично моя жена меня поддерживает в этом плане. С женой познакомилась я с своей, через ее подругу. Она дала номер телефона, что есть девушка. Как-то созвонились, встретились и через месяц поженились. И на протяжении 14 лет вместе. У нас два сына. Старшего зовут Тамерлан, младшего – Амир. К судейской деятельности я пришел после того, как Евгений перешел уже в город Челябинск заниматься. И я себе задался вопросом, пока нет такого, скажем, перспективного спортсмена, почему бы не попробовать себя в плане судейства. И начал выезжать на всероссийские соревнования, аттестовываться. В 2019 году на первенство России в городе Калининграде я сдал на судью всероссийской категории. Со второго раза. Первая попытка была на первенство России в Омске. Недостаточно количества баллов набрал. И вот в Калининграде уже сдал на судью всероссийской категории. Это еще одна как планка в плане самосовершенствования. Карате помогло в том плане, что начатое дело заканчивает до конца вести. И максимально быть профессионалом в своем деле. Философия карате простая. Уважение к старшим, уважение к залу, уважение друг к другу. Но в основном все складывается с уважением. Уважение к сопернику, какой бы он ни был. Ребята, я говорю, на каждой тренировке вы должны становиться лучше, не хуже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова